Михаил Саакашвили в особом представлении не нуждается. Политик известен как на просторах бывшего союза, так и за его пределами. А вот его супруга, бывшая экс-первая леди Грузии Сандра Руловс, до некоторого времени оставалась в тени. До тех пор, пока Саакашвили не оказался в украинском СИЗО. На это время, пусть и короткая, Сандра Руловс была официальным представителем супруга. Кто она и как относится к политической активности мужа на Украине в репортаже нашего корреспондента в Киеве Александры Индюховой. Всегда уравновешена в кризисные моменты, всегда рядом со своим супругом, который хочет быть политиком оппозиционным нынешней украинской власти. Экс-первая леди Грузии Сандра Руловс, фламандка по происхождению. Признается, что сдерживать эмоции в последние три месяца ей было непросто. Ее откровенно пугает действия украинских властей, которые несколько лет назад пригласили ее мужа реформировать страну, а теперь хотят посадить. Вот это последнее задержание СБУ 9 декабря. Я вот думаю, что, что еще может случиться? Чтобы его убрать, они способны на многое, имея большие деньги и политическую власть. Сандра закончила Международный институт прав человека в Страсбурге и возможную депортацию своего мужа считает неприемлемой не только с точки зрения права. Говорит, что Миша, так она называет своего мужа, не заслужил расправы, которая ждет его в Грузии, где против него возбуждено четыре уголовных дела. О настроениях в Тбилиси она хорошо осведомлена, поскольку живет в стране последние 20 лет, хорошо знает грузинский, работает преподавателем в университете и занимается благотворительностью еще со времени президентства Саакашвили. Вместе с ней в Грузии и ее младший сын Николас, старший Эдуард, живет в Америке. Именно за них Сандра сейчас переживает больше всего. На своей странице в Фейсбуке в день задержания мужа она написала, что не может найти правильных слов, чтобы объяснить своим детям, почему их отец находится в тюрьме, происходящее противоречит тем ценностям, которым она их учила. Нужно верить в то, что существует справедливость. Нужно верить в то, что можно и нужно делать то, что подсказывает сердце. И это касается и меня, и мужа, и наших детей. Нужно делать то, что нравится. И до конца идти по пути позитивных изменений. Несколько идеалистично соглашается Сандра, но это идеалы ее семьи, о которых она написала в своей книге «Рассказ идеалистки». Это ее путь в Грузию, к замужеству с Михаилом Саакашвили, к статусу первой леди Грузии, которая переживала не всегда приятные моменты президентства своего мужа, который в принципе не может жить без политики и борьбы. Чувствует ли она себя счастлива в круговороте политических событий? О, это очень хороший вопрос. Я просто не знаю, как было бы, если бы все было по-другому. Если бы я осталась в Голландии, вышла там замуж. Возможно, я бы преподавала французский, о чем мечтала. Но тогда вряд ли бы мне пришлось стать свидетелем стольких событий и так много увидеть. Последние несколько лет Сандра живет между Украиной и Грузией и видит мужа в основном на выходные. Говорит, что нынешний кризис их еще больше сплотил. Пока что они меня защищают. На самом деле, они смелые, смелые. Жить рядом с Михаилом Суагашвили сейчас значит не иметь возможности свободно передвигаться по Киеву. Сандра выходит из квартиры только под присмотром охраны, которая умеет профессионально не попадать в объектив камеры. Экс-первая леди Грузии все происходящее называет школой жизни и надеется, что готова к сдаче следующих экзаменов. Субтитры создавал DimaTorzok